приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты наша утренняя чашечка кофе здравствуйте сегодня у меня кофе все-таки мои хорошие сегодня я вас немного развлеку разбором полетов мне кажется это тоже интересно когда мы не просто делаем с вами прогнозы да что будет а все-таки разбираем а насколько же прогнозы оправданы насколько они действительно случились и очень интересно если эти прогнозы непредсказуемы да то есть это не то что ну следовало ожидать да то есть все об этом говорят так это понятно вот могло быть как угодно но случилось вот так попробуем почему я завела эту тему потому что мне написала светлана москва в комментариях она относительно прогноза таро прогноз для россии на декабрь написала свой комментарий а я так понимаю наш москва россиянка судя по всему да она пишет если это про декабрь то ничего общего то есть видите светлана не утверждает что прогноз на декабрь вообще левый и не сбылся да то есть по сути но она меня обвиняет то что моя работа ложная да что я сказала то что я предвидела это не сбылось это неправда ну как это называется вот она пишет январь у всех вызывает опасения впрочем ничего нового так происходит всегда и не только у нас да то есть то что люди боятся в своего будущего происходит не только в россии а в декабре вообще ничего общего с тем что я сказала хорошо вы знаете мне самой интересной я так очень так примерно помню что там именно про декабрь потому что переходят же прогноз плавно на ноябрь октябрь что именно в декабре я предвещала да скажем так для россии я уж точно не вспомню поэтому мои хорошие будем вспоминать вместе да ну почему бы нет мне кажется это забавное времяпровождение особенно учитывая то что если окажется что все-таки мой прогноз на декабрь но хотя бы процентов на 70 на 80 сбылся это значит что и следующие прогнозы с такой же долей вероятности будут сбываться да ну как бы давайте светлана проверим давайте вы знаете я же не боюсь ошибиться нет потому что я всегда говорю я не таролог и вообще заводчик орги ландшафтный дизайнер но таро таро дает невозможность видеть я вижу будущее иногда через сны иногда через таро и это как бы ну ну это факт так случилось так случилось вижу да и но ну как бы подтверждено уже десятки сотни раз так вот это факт я уже приняла это как факт все вот так есть вот она так есть а вот светлана считает что это неправда давайте проверим мои хорошие я вот только за проверку потому что ну все может быть а может действительно сидит тут пьет кофе рассказывает сказки а давайте проверим прекрасный приказ прекрасный вообще прекрасная возможность тем более вы знаете я не использую абсолютно размытые да какие-то там термины под которые можно подтянуть все что угодно у меня в прогнозах обычно достаточно все понятно что имеется ввиду конечно я могу своими эмоциями как-то украсить там до эмоционально подать но извините я человек эмоциональный но в принципе у меня все логично обычно все понятно что к чему давайте мои хорошие я специально нашла декабрь для россии население армии экономика это тот прогноз который был корректным когда я уже эмоции держала свои да и старалась именно фактами какими-то апеллировать давайте посмотрим я буду пройдемся до прямо по этому видео и потом будем обсуждать каждый пункт мной сказано и сбылся или не сбылся а вы можете в комментариях написать кстати россияне присоединяйтесь напишите мне в комментариях сбылся этот пункт или нет и посмотрим процент поехали поэтому давайте посмотрим что же ждет это самую федерацию федерацию что ждет декабре декабре поехали давайте давайте посмотрим какая-то иллюминация и насколько процветает дегенерация насколько поехали и так российская федерация в декабре месяце давайте так для граждан будем как и для украины для гражданского населения для военного и для экономики да начинаем для гражданского по честному без обмана у волшебника сулеман для гражданского населения российской федерации знаете сразу визуализация какая бурлаки на волге ну вот просто я увидела картину бурлаки на волге ничего не напоминает очень сосредоточенно читаю карты россия для вас очень так для гражданского населения для мирных так сказать ни в чем не виноват в россии декабре знаете декабрь будет как-то как-то странно затягиваться с одной стороны люди очень устали видите вот они эти россияне то что мы сказали бурлаки на волге наверное не зря до пришла такая у меня визуализация вот видите такой вот человек который тащит с трудом своих десять жезлов десятка жезлов когда очень тяжело устали ну как нести тяжело бросить жалко вот такое состояние человек босой тащит свой груз устал конечно но и бросать он его не может он ждет он так на первый факт общее состояние гражданского населения усталость да когда ты вынужден тащить груз который тебе дали бросить его не можешь но обязан его нести не бросаешь да но несешь и сил уже на это нет устал уже от этого всего ну в данном случае этим грузом может быть по сути та ситуация которая складывается с войной вы россияне устали от этой войны скажите мне пожалуйста в декабре месяце это не так не прослеживается некая усталость гражданских людей от войны нет не устали то есть вы бодры полный сил и готовы воевать дальше либо все-таки есть у гражданского населения усталость от войны от вот этой всей обстановке скажите пожалуйста напишите мне права я или нет продолжаем это как будто бы замирает в ожидании чего-то будто бы замирает и ждет ну что что ну вот вот ну что 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 же будет дальше ну что-то же люди замирают в ожидании будущего что будет дальше светлана вы же сами подтверждаете у нас есть опасения относительно того что будет после нового года что будет в январе да как бы страшно за будущее пожалуйста люди замирают в ожидании своего будущего то есть вы уже подтверждаете что это так что есть ощущение тревожности за свое завтра опять же россияне напишите мне если у вас такое ощущение что вы как замираете в ожидании тревожном ожидании что будет с вами завтра с вашей страной что случится завтра если у вас это ощущение либо у вас абсолютно уверенность светлом будущем напишите мне что должно случиться да уже или так или так то есть люди просто замерли я бы сказала здесь нет никакого какого-то какой-то активности или какого-то гражданского неповиновения пока нет мои хорошие люди наоборот уходят вот смотрите о чем я сказала в декабре я не вижу каких-то актов гражданского неповиновения светлана вы считаете что это неправда то есть у вас россия вышла на митинги и все громко протестуют против войны против власти да то есть моем прогнозе все-таки россия впадает такое какое-то состояние до ожидания тревожного и не сопротивляется у нее нет сил сопротивляться она об очень усталом состоянии вы считаете по-другому как как идет сопротивление или что давайте аргументируйте пожалуйста продолжаем по умеренности по умеренности по умеренности живет к разговоры только разговоры вся их жизнь это разговоры тянем свою но сюда и чего-то ждем одна нога в воде 1 на земле по умеренности медленно и печально люди тянут свою но сюда не впадают состоянии такого литургического сна до такой застывает застывает просвета не видно декабре пока что видите просвета не видно тупик скажите пожалуйста по моему мнению в декабре у россиян есть такое ощущение что как бы с какого-то улучшения пока что не предвидится да я не права вы ожидаете что вот завтра наконец-то наступит коммунизм и светлое будущее или что там завтра россия держит победу вы утром уверены в победе россии лишь ну вот скажите у вас есть ощущение счастливого вашего завтра или все-таки ощущение что какая-то жопа наступила я права или не права цветом у нас тупиковая какое-то состояние финансовая хочу сказать будет будет какой-то не знаю что там уж какие-то предновогодние там у них выплаты или какие-то поднятия может быть там пенсии что-то будет какая-то знаете финансовая такая подами пентаклевая какая-то финансово что-то какая-то подачка как-то финансово россияне получаются сами жители будут что-то иметь до в декабре ну во первых большое количество получают жен выплаты за погибших до такая раз видите обратите внимание что это именно дама пентаклевая королева пентаклевая то есть большое количество королев в россии получат свои пентакли по погибшим мужьям остановимся на минуточку светлана что именно не соответствует правде в декабре россияне не получали выплаты по погибшим российские женщины вам не выплачивают не мне кажется получают выплаты мало того когда мы говорим о неким о неких подачках до что это именно для подачки для женщин да вот послушайте о чем я говорила детям такое что-то раз так пентакль прикатил для детей для женщин нужно жить не хочется да никакого нет просвета но пентакль прикатился хорошо что ждет военных разок выплаты для женщин и детей да именно мои хорошие я же не поленилась вот смотрите постановление от 16 декабря то есть это то что случилось в декабре соответственно в январе когда я делала в ноябре я не могла же никак знать этого да если это от 16 декабря постановление по поручению президента с 1 января 23 года в россии вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка постановление о порядке его назначения выплат подписал в общем там этот мишустин поддержку получат родители которые воспитывают порядка 10 миллионов детей новое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей его смогут получать беременные женщины вставшие на учет ля-ля-ля-ля и родители детей до 17 лет выплата будет назначаться семьям с ниже 1 регионального прожиточного минимума на человека с применением ля-ля-ля то есть для бедных для бедных до подачка для бедных выплата на детей беременных и как как там она ежемесячное пособие для бедных женщин и воспитывающих детей рожающих для бедных у которых доходы ниже 1 регионального прожиточного минимума то есть мои хорошие это как называется некая подачка вот смотрите я сама в шоке между прочим потому что это действительно интересно да давайте вернемся еще чуть-чуть и еще раз послушаем королев в россии получат свои пентакли по погибшим мужьям детям такое что-то раз так пентакль прикатился до жить тошно жить мне не хочется да никакого нет просвета но пентакль прикатился хорошо что ждет и так ну вообще-то это документально зафиксировано да действительно бедное население до социально незащищенные женщины дети получили в декабре какую-то финансовую поддержку подачку как это назвала от государства ну опровергайте не это это они только пишут а ничего не дают да да нам все врут продолжаем мои хорошие давайте продолжаем военных российской федерации теперь по военным российских чмолбиков что ждет что военные российской федерации чтобы что вас ждет декабре российская армия мне аж самой интересно вы знаете серьезно картинку мои хорошие хоть не рассказывай о картинка это такая армия россия первая мировая война рваные шинели басы идут в одном сапоге рваные драные голодные и холодные стоп теперь давайте обратимся к фактам вот на медне только я смотрю обращение вагнеровцев к вашему этому герасимову он его там прямо кроет до матом и значит заявляет что вы там такие сякие ничем не обеспечиваете нас армию мы тут ничего не имеем мы тут голодные холодные да и голодные и у нас нет ни снарядов у нас там то есть он предъявил да скажем предъявил главнокомандующему что плохо недостаточно обеспечение армии идет да ну факт все видели все видели кстати ваш даже этот поварешкин этот он тоже там что-то выступил тоже на герасимова наехал по этому поводу да что чуть-чуть чуть-чуть кузькину мать тебе покажу да давай ну факт факт то есть то что российская армия не получала не хватало им до как бы вот материального обеспечения в декабре но я думаю это факт и особенно учитывает что вы там все вяжите носки стираете белье высылаете трусы в армию знаете вот это вот вся вот эта такая массовка странная да для такой великой армии завоевателей ну я считаю что это правильная визуализация да о том что материальное обеспечение российской армии не выдерживает никакой критики ну или скажите мне что у вас все супер бомба просто и ваши вояки они прямо все в крутых полностью обеспечены полностью и никто не жалуется все хорошо может у меня галлюцинации были тоже может быть но слушаем дальше побитые знаете после какой-то газовой атаки в ожидании в ожидании каких-то острых решений в ожидании решений военных скорее всего это будет решение мобилизации все таки стоп армия в ожидании решений а мобилизации в ожидании теперь скажите мне разве не правда что вся россия абсолютно в ожидании того что с нового года опять активно начнется мобилизация до в ожидании до военной что вот придет помощь ну по-моему это факт я не знаю нужно ли мне искать какие-то подтверждения где-то в интернете одно там будет потерянное время но я думаю вы все согласны что до ожидание следующей волны несомненно идет ожидание этой вот что вот сейчас еще опять начнут мобилизовывать активно скорее всего будет ведь и в ожидании каких-то военных острых решений скорее всего это потому что мы смотрели состояние армии была мобилизация вероятно будет мобилизация да будет мобилизация будет усиление в ожидании решений в ожидании декабрь проходит в ожидании мобилизации что неправда что изменения будут у них на фронтах будут прям по колесу фортуны неожиданные какие-то изменения очень много препятствий встает на их пути видите давайте обсудим неожиданные изменения ну например такие неожиданные когда на аэродром энгельс прилетают приветы от в силу да и их ракета носители какие-то там супер гордость самолеты разлетаются в щепки или например штабы офицерские какие-то да взрываются пункты принятия вот это пункты авиа вот этого ну вы поняли да которые направляют самолеты как они называются центры вот эти вот это же взрываются да ну вообще-то как бы на минуточку препятствий перед вами наверное все таки в декабре становилось немало да немало но мы же не видим чтобы было продвижение российской армии если нет продвижения российской армии значит перед ними же препятствия стоят ну например бахмут получается что препятствия стоят на пути вы же не продвинулись да вы там вот топчетесь где-то шаг шаг вперед два назад ну это что не препятствие но скажите мне в чем этот прогноз неправильный что тут фантазии выдумка что именно напишите конкретно давайте конкретно отдавать продолжаем прям вот уже надо бы текать текать с крыма а там понимаете одни препятствия по дороге это был юмор но истинная правда текать уже на кого им добавят им добавят вот пожалуйста финансово им добавят добавят ли им армии финансово после того как ваш поварешкин этого герасимова взял за шею сказал гад ты слабое обеспечение армии добавят ли финансово добавили ли в декабре финансовое обеспечение армии скажите мне пожалуйста россияне возможно у кого там родные на на фронте до планируют вернуться в черных мешках улучшилось ли обеспечение добавляют ли на армию из бюджета российского то есть из ваших карманов продолжают ли из ваших карманов тянуть деньги на войну на убийство людей мирных людей в украине если это правда ли это или нет ну напишите им добавят обеспечение добавим добавят но при этом мы видите и все планы все равно в иллюзиях всем но все планы российской армии в иллюзиях давайте рассмотрим этот пункт скажите пожалуйста какие у вас изначально планы армии ваши какие планы были вот какие цели вашей этой операции ну какие планы демилитаризация да и деноцификация и помощь жителям донбасса да вот у вас три главные цели но я так понимаю ну скажите какие давайте разбирать по пунктам вот в этом прогнозе я утверждаю что все цели по иллюзиям в декабре не можете добиться своих целей что не так вот светлана пишет все все не то почему разберемся что не то демилитаризация произошла добились ли вы в декабре демилитаризации военные российские ну смешно да учитывая что зеленский договаривается даже о поставках патриот был усиливается пво идет огромная военная помощь то есть на разговоры о демилитаризации ну как бы смешно да деноцификация достигнут и ли эти планы ну скажите ну скажите мне не 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 помощь жителям донбасса давайте разберемся помогли ли вы жителям донбасса ну вот давайте до начала вашей военной операции у жителей донбасса все было тихо и мирно там не было бомбежек ничего почему потому что развели по последним договоренностям развели до войска развели на большое расстояние и там донецке жили себе нормуль относительно до в болоте в этом да но как-то вну мирно их хотя бы не убивали по ним не стреляли сейчас но вы же сами утверждаете что там бесконечно идут обстрелы бесконечные обстрелы это что помощь такая ну то есть это вы помогли но пока что вы наоборот усугубили ситуацию испортили им жизнь какое количество мужчин на донбассе погибло на этой войне ранено сколько осталось детей сирот это что помощь такая такая гуманитарная помощь вот люди работали себе там где-нибудь на шахтах там сям а сейчас их нет а сейчас они просто ну вот они погибли их нет дети остались без родителей понимаете если вы не начали эту войну ну то вот это вот там тут тысячи десятки я не знаю сколько там десятки тысяч наверное до погибших именно с донбасса вот сейчас после 24 февраля если вы не пошли войну и они бы были живые потому что украина их не убивала чу их убивать ну мы наоборот развели войска а вы что сделали а вы устроили войну и эти люди погибли ну то есть это помощь такая а чем вы помогли ну то есть помощь какая уйти на тот свет вы помогли детям остаться сиротами я считаю что он прогноз совершенно правильный что армия декабре не достигает своих целей полное разочарование вы не продвинулись декабре никуда ничего опять не захватили никому не помогли цели своих не достигли прокомментируйте пожалуйста если в этом раскладе истина или все такие она все врет давайте планы этой армии несбыточный ничего из этого не выйдет хотя до в армию будут вкладывать сильно вкладывать мои хорошие декабре там будут очень большие вложения скажите мне пожалуйста были ли финансовые вложения в декабре в армию вооружение до какое-то снаряжение одежда опять же там нужно же зимняя одежда какая-то были ли вложения в армию в декабре ну я думаю да ну а как они недостаточные потому что как мы видим до люди жалуются на то что армия недостаточно обеспечена но в то же время государство же влаживает вложу вкладывать пожалуй дальше продолжает будут ходить за помощью просить помощи вот будут просить помощи опять же возвращаемся к видео этих вагнеровцев которые покрывают всячески вашего герасимова что они делают они просят помощи дай нам оружие дай нам материальную базу мы тут сидим да что ж такое помогите ну это что неправда ну и видите уже скоро по умеренности нужно подождать почему-то это все видите происходит медленно и печально умеренно с умеренной скоростью но эту армию постигает башня разрушение они умеренно не очень быстро но эту армию постигает башня разрушение да то есть постепенно армия разрушается мои хорошие что здесь не совпало ну что что вы получаете какие-то победы или вы постепенно все ближе и ближе к проигрышу как вы сами считаете как вы сами россияне считаете приближается ли ваша армия к победе или постепенно тихим сапом медленно но она двигается к разрушению к проигрышу к башне потому что разрушаться все да к чему ну сами как вы считаете движение к победе или движение все-таки к проигрыш вот украина чувствует абсолютно мы вот чувствуем что мы двигаемся к победе а вы что чувствуете напишите мне и постепенно медленно умирают погибают разрушаются потихоньку потихоньку потыщенки потыщенки и оставляют эту землю не спеша могли бы поторопиться могли бы и поторопиться но происходят потери недостаточно быстро видите я же могла сказать что стремительные потери а я говорю я же говорю то что я вижу постепенно потыщенки потыщенки вымирают вымирают разве это не правда ну вы мне скажите или вы прям сразу по 10 тысяч в день нет нет постепенно да ну так хочу а в чем неправда тогда продолжаем вот как-то не спеша не спеша происходит этот процесс но процесс разрушения неизбежен так здесь вы хотите поспорить ну давайте спорте люди в иллюзиях люди в иллюзиях полный полных иллюзиях понимаете не понимают вообще что с ними происходит куда они идут зачем они идут вообще чего и делают и потихонечку умирают не спеша надо сказать не опять же вы можете поспорить то есть вы хотите знать вы хотите сказать что люди знают за что они умирают какие цели этой войны и почему их туда забирают кого они защищают да вот вы абсолютно четко понимаете вот мы понимаем четко за что наши мужья умирают наши сыновья братья мужья мы понимаем за что за нашу свободу за за наши жизни чтобы спастись спастись от вас от агрессоров а вы за что ну за что вот за цели какие демилитаризация так она только усилилась ну какие цели деноцификация так мы только больше сплотились украинцы ну то есть какие цели чтобы на вас не напали так а кто вас трогал заметьте на вас никто и не нападал ну какие цели цели какие ради чего вы вот четко понимаете цели я вот смотрю опросы россиян они например четкие цели этой спецоперации не понимают ну а то что озвучено оно не соответствует истине ну так в чем я не права продолжаем но дело в том что вон по умеренности вы понимаете скорее всего со временем все сгинут дело времени то есть умеренность всегда говорит не спеши до тише едешь глубже будешь истина ну и дьявол да давайте ставим эту карту на финал армия дьявола чего уж там да дьявольская армия которая медленно и печально идет к собственному разрушению в иллюзиях и несмотря на то что конечно ее очень сильно будут поддерживать я думаю и человеческим ресурсом и финансовым дорога у нее одна в чем я говорю армия будет получать поддержку и человеческим ресурсом и финансовым но она не будет достигать своих целей в армию будут вкладывать все но армия не получает никаких побед скажите мне пожалуйста какие такие победы были у армии в декабре ну вот скажите в чем я не права продолжаем вад вад вот туда ну вот такой расклад такой расклад кстати последняя карта в колоде видите у меня король мечевой то есть в декабре будут все еще агрессивные агрессивные в декабре россия была достаточно агрессивно относительно украины я думаю более чем достаточно агрессивно да продолжаем ват так ват так что же ждет экономику россии экономика в декабре месяце давайте посмотрим экономику ой говорю за экономику россии карты запрыгали что же ждет экономику россии что же я тут наврала давайте разбирать ведь ничего же общего нет а давайте посмотрим визуализация не очень так подвешенное состояние мои хорошие экономика россии становится жертвой экономика россии стала жертвой этого режима политического власти управления бездарного страной какого-то маниакального желания владеть всем миром но при этом погубить собственную страну владеть не получилось а свое просрал так что вот очень хорошая подходящая карта для экономики россии ну кто сейчас если сейчас кто-то из россиян скажет вы на свою экономику посмотрите слушайте я вам что хочу сказать вы не забывайте украина в состоянии войны ну это карта подвешенный скажите мне пожалуйста в декабре наблюдается какой-то рост экономики или ну в чем я в чем чем неправда экономика растет развивается не все бросается на войну да не все а прям все бросается в строительство в развитие да может быть новые больницы открываются парки строятся фонтаны там ну что то такое или все все таки в войну вкладываются все возможные деньги максимально вкладываются в войну экономика работает на войну или все таки экономика работает например на развитие ну не знаю какой-то культурного досуга вот сколько у вас театров новых открыли в декабре и куда потратили на военную промышленность деньги пошли да или на куда-нибудь там да на строительство музеев да или библиотек ну или ну куда 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 бюджет финанс бюджет россии направлен какую сторону на войну или на мир и если развитие экономики какое-то в декабре ну то есть в чем я не опять же напишите пожалуйста прогноз верен или нет защищаемся мы понимаете тогда продолжаем на каждом покупателе у каждого покупателя кассир спрашивает на кассе так это мы пропускаем 100 с чем-то гривен получилось округ ну хорошо это пропускаем почему вы живете в жопе так это эмоции продолжаем отшельник изоляции причем конкретно сильная изоляция когда экономику будут загонять такое состояние когда она не может как-то коммуницировать да и ну вы меня понимаете да все связи с другими странами экономические обрываются вот смотрите отшельник ну давайте посмотрим по карте отшельник да экономика загоняется в тупик обрываются все международные связи ну скажите разве это не правда россия признана страной поддерживающей терроризм соответственно с такой страной не может быть никаких экономических там отношений ну тогда скажите мне сколько у вас новых каких-то представительств зарубежных компаний открылась какие бренды к вам в октябре вернулись там массово какие у вас инвестиции международные есть в экономику да как весь мир стремится иметь общий бизнес с россией в декабре месяце ну есть это такое вот мне кажется что-то как-то незаметно но может это я не вижу я из днепра мне незаметно вам там виднее как вы там расцветаете да и с вами все хотят дружить и иметь с вами общий бизнес это так ну так в декабре случилось массово пошли инвестиции со всего мира да цельник подвешенный да очень интересная иллюстрация да то есть изоляция экономики экономику отдают жертву жертву кому путлеру удар получает экономика удар ну вероятно это санкции какие-то связанные с нефтью тоже вы говори вариант да мощный такой самое сердце да получила ли экономика россии некий удар в декабре месяце ну скажите мне пожалуйста я же не знаю что там у вас происходит вот видите карты считают что экономика в декабре получила удар некий ну как вы считаете сердце посмотрите какие кинжалы видите вот это ваша экономика это ваша очень много по этому поводу вранья обмана обдираловка да собственно экономика собственную экономику экономику собственной страны понимаете да то есть это деньги государства воруются воруются украденное оружие украденная экономика воруются значит карты говорят о том что бюджет разворовывается да о том что идут какие-то под шумок списание каких-то средств да под шумок этой войны люди там чиновники воруют ну вам виднее вот скажите пожалуйста как там у вас на местах чиновники если у вас злоупотребления какие-то бюджетные или уже победили все это все нет все у вас чиновники абсолютно честные либо есть такие такие факты злоупотреблений и воровства на местах напишите воруют у россиян воруют у каждого из кармана воруют в интересах правящих элит воровство да бесконечное воровство и ограничения очень серьезные ограничения вот такая такая картина ограничения да воровство теперь карта ограничения тоже очень показательно значит финансовые ограничения ну что можно я не знаю что там у вас происходит в декабре ну давайте начнем хотя бы с того что что там у нас повышение тарифов в декабре да вроде бы что то такое было дело скажите мне пожалуйста если в декабре повышение тарифов то есть ограничение людей да люди получают некие ограничения есть ли это дальше продолжаем разговор да вот смотрите то что я знаю хотя я не интересуюсь вообще российскими делами господи горите вы там ну вообще вот смотрите Андрей Клишас рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян то есть прям вот такими словами и говорит о возможных ограничениях значит о чем речь чтобы им там сладко не жилось да значит им и всячески будут продолжать финансовые притеснения для тех кто выехал или вы светлана считаете что если выехал россиянин он перестал быть россиянином и это уже россии не касается ну вообще то касается вообще то касается вот пожалуйста что он тут нам говорит что он тут нам говорит сенатор 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 добавил что по его мнению ограничения для работы из-за рубежа стоит вести для чувствительных сфер экономики то есть нужно вести ограничения да для тех кто выехал ну а теперь давайте вернемся к тому а какое количество россиян выехал ну какое количество причем это посмотрите это трудоспособные молодые люди которые платят налоги да это не пенсионеры а именно вот это же прям костяк костяк нации вот этот костяк нации массово очень массово выехала я не знаю сколько там у вас выехала дохрена и больше у вас выехала и вот этих людей хотят ограничить ну это что не ограничение ну а что это такое это например знаете такое предложение давайте я предлагаю тем людям которые убежали от мобилизации выехали из россии значит всячески значит поощрять их возвращение обратно например снизить риски мобилизации да более четко объяснить людям что они в безопасности или возможно понизить какие-то налоговые ставки для того чтобы люди были заинтересованы возвращаться в россию да и работать потому что в россии из-за этого голод специалистов например возникает да вот то есть ну вы что вы открываете двери для россиян или вы их ограничиваете наоборот выехал значит вот тебя значит зажмем ты враг народа ну то есть ну что происходит по факту что скажите мне что это увеличение возможности или ограничение по-моему это ограничение но по спорте со мной по спорте это же просто интересно понимаете я вот прям наслаждаюсь вот этими моментами разбора полетов продолжаем и на маслом ну и страшный суд давайте оставим наконец эту замечательную карту страшный суд страшный суд это когда выносится решение да решение по экономике вот страшный суд это какие-то решения по экономике скажите мне пожалуйста в декабре не выносилось никаких решений по экономике ну каких-то таких серьезных которые будут влиять на всех людей не не выносилось ну например ну например да например мне кажется какое-то подорожание это уже да такое важное решение то что не каждый день бывает вот увеличение тарифов например да на газ в стране которая этот газ производит массово мало того этот газ уже никому не нужен за границей его с балом его понимаешь хоть попой ешь этот газ а на него страна поднимает тарифы странно правда не является ли это страшным судом эти вот решения будут выносить относительно экономики это санкции мои хорошие это санкции это какие-то решения ограничений опять же санкции смотрите страшный суд ограничения по цене на нефть например ну например да я могу сказать разве не может карта страшный суд означать например вот эти самые ограничения цены сколько там 60 долларов да сколько там назначили то есть ограничение да какое-то решение вынесли приговор относительно каких-то экономических вещей страшный суд да приговор решение относительно российской экономики можно назвать это ограничение нефти долларов этим картой страшный суд несомненно Несомненно. Светлана, прокомментируйте, пожалуйста, в чем расклад ничего подобного такого не случилось. Ну, просто давайте конкретно. Я не люблю, знаете, вот этот, а вы вот это ляпнуть, да, сам дурак. Нет, ну давайте разберемся, кто из нас дурак. Какие-то признания миром, да, что сторговать с осени запрещено, иметь с ней дела запрещено, продавать ей что-то запрещено. Россию загоняют в полную изоляцию. Из российской экономики дел превращают эту экономику в жертву. В чем я не права в этом раскладе? Скажите, пожалуйста. Она получает удар. Внутри этой экономики происходит бесконечное воровство. И экономика полностью связана по рукам и ногам. По рукам и ногам. Нет, не так. Экономика России развивается, укрепляется, да, строятся новые предприятия, прямо вперед из песни, да. То есть у вас все хорошо? Нет, Свет, я не говорю лично у вас. У вас может быть и неплохо. Я говорю в целом по России. Ведь Россия выходит за пределы Золотого кольца. Она же большая. Она же большая. Несмотря на то, что эта страна большая, мощная, сильная, она превращается в нечто немощное. Да, и мало того, по ней еще выносятся решения по суду, да, такие кормить. По стране выносятся решения, да. Ну, миром выносятся решения какие-то. Ну, было ли это в декабре? Несомненно. Несомненно. Значит, в конце концов, за все то, что вы вытворили, да, мы вам выносим приговор. Страшный суд. Приговор. Страшное решение. Судебное решение. Кармическое решение. Кармическое наказание. Ну, вот такая история. Такая история с экономикой РФ Федерации. Жуть, я бы сказала. Жуть. И это при всем том, какие серьезные, мощные перспективы были у этой страны на самом деле. Я тут не права, что при перспективах этой страны, в принципе, она могла бы получать сумасшедший рост и развитие. Но она получает полный тупик. Полный тупик. И идет к провалу, к уничтожению. В чем именно я не права? Скажите мне, пожалуйста. Ну, в чем? Продолжаем. В самом деле. Через огромную... Ну, давайте. ...достойный удар под дых. Отход России из Херсона. Это достойный удар под дых. Это неправда, нет? То есть я считаю, что прогноз сбылся. А, это мы про ноябрь. Причем четко. Если первая половина, они там еще пыжатся, да, то вторая половина ноября... Это уже про ноябрь. Так, мои хорошие. Теперь давайте все-таки разберем. Правду ли я говорю или не правду. Кстати, для этого видео установлено ограничение по возрасту. Теперь смотрите. После этого я сделала еще одно видео, потому что здесь были ограничения. А знаете, почему ограничения? Ну, наверное, потому что я карту дьявола показала. И Ютубу не понравилась картинка голой спины. Потом я сделала второе видео. Декабрь. Еще одно для России. Очень было похоже. Очень похожий прогноз. В принципе, все одно и то же. Но были тоже интересные карты. Очень интересные карты, о которых тоже можно сказать. Давайте тоже посмотрим. Ну, может, я там чего вру. Мне просто самой интересно, да, безобразие. Давайте. Ну, не кайф-то же, да? Таролог сидит и разбирает свой прогноз. Как он там сбылся, где не сбылся, где сбылся. Это же интересно. Ну, давайте посмотрим. Так. Ну, вот. Декабрь для России. Население, армия, экономика. Таро прогноз, да? Ага. Где тут оно? Подождите. Сейчас. Сейчас, мои хорошие. Приветствую вас, мои хорошие. На канале в гостях у заводчика в городе. Так, это тоже. Стоп. Я вам два делала. Я вам делала на декабрь аж два видео. Я была щедра, как никогда. Так. А мы сейчас, знаете, как посмотрим, на какое именно, на какое именно видео вы говорили, на это или на то. Сейчас разберемся, мои хорошие. Вот смотрите, это же впервые, впервые на ютубе, разбор полетов Таролога. Ну, может, не впервые. Давайте комментарии. Сейчас посмотрим, какой, что там, что там, что там я наврала. Давайте посмотрим. Ага. Сейчас, мои хорошие. Какая врунья. Давайте будем разоблачать. Разоблачать эту врунью. Ага, вот. Давайте. Ой, Света, вы смотрите, сколько я вам внимания сегодня уделяю. Невероятно. Так. Сейчас тут реклама пройдет. Подождите, мои хорошие. Сейчас я уберу звук. Мы рекламу закончим. Ага. Сюда? Вот. Законы. Так, давайте. Еще один прогноз на декабрь. Так, сейчас смотрим. Поехали. Это решение, которое загоняет людей под дьявола, загоняет людей в зависимость. Опять же, большая вероятность мобилизации, продолжения мобилизации. Законы принимаются, которые загоняют людей в зависимость. Так. Ну, давайте разберем. Законы, которые загоняют людей в зависимость. Ну, смотрите. Я же не ошибаюсь, что у вас там с 1 декабря принят закон о запрете вообще разговоры разговаривать. Да? Как там у вас это называется? Нельзя обсуждать военную операцию, нельзя критиковать действия военных, да? То есть полностью закрывают рот людям. Вы не имеете права ни обсуждать, ни высказывать свое мнение, да? Под запретом. Под запретом. Ну, как бы вообще-то. Это что? Ну, то есть это что? Так. Потом следующий момент. Момент принят закон относительно ваших врагов народа. Как они у вас? Как у вас враги народа называются? Скажите мне, пожалуйста. А, инагент. Инагент. Вот. Это что у вас теперь новое модернизированное название врагов народа. Вы же вернулись к врагам народа. Супер. Так вот. Эти враги народа тоже получают ограничения. Они получили дополнительные ограничения. Там им нельзя что-то там преподавать. Им нельзя вести какую-то там, разговаривать что-то как-то, доносить до молодежи, до детей доносить свои мысли. Им, они должны, их данные должны быть открыты там где-то опубликованы. То есть каждый россиянин должен, имеет право знать личные данные этих инагентов. То есть полностью, да, превращают их в совершенно бесправных людей. Ну, вообще-то, как бы на минуточку, скажите мне, пожалуйста, не является ли это ограничением людей, ограничением их свободы и воли, о чем и говорит карта дьявол? Ну, о чем, о чем говорит карта дьявол? О каких-то ограничениях свободы, о том, что людей загоняют в страх. Это правда или нет? Напишите. По поводу мобилизации, вы находитесь в ее ожидании массовое снова, это факт, и то, что она продолжается, в декабре месяце она продолжалась, это также факт, да, по-тихому продолжалась, это факт. Факт. Россия и, знаете, такая часть, которая, ну, скажем так, смотрите насколько я корректна, мои хорошие, вы оценили, да, мое спокойствие. Так, дальше. Следующая башня, следующая карта, это карта башни. Башня вам падала в декабре. Еще раз, мои хорошие, вам показываю, это уже другая колода, но показываю вам, видите, горит башня, корона вот такая имперская, все это сыпется, разрушает. Карта башня вам падала в декабре, мои хорошие, башня это разрушение, да, пожары, разрушение, когда все рушится. Ну, давайте посмотрим, в декабре случались ли в России какие-то разрушительные процессы, пожары, может быть, какие-то мощные, разрушения какие-то, или у вас все было тихо и замечательно, да. Вот я ради интереса набрала, сейчас я вам скажу, вот, что горело в России, вот, просто набрала в гугле, что горело в России. 9 декабря масштабный пожар в Москве, 13 декабря очередной крупный пожар, сгорело сколько-то 10 тонн зерна. Санкт-Петербург, горел машиностроительный завод «Звезда», 9 декабря пожар «Мега-Химки» в Москве. А, то есть, 9 декабря было три масштабных пожара, один из них на складе электрооборудования, три пожара было 9. В Мурманске три дня назад горел склад, вероятно, это была российская, чего-то там, не хочу даже, а, склады какие-то кондитерки, вот там, где был ужасный пожар на кондитерке, да, и там что-то все страшно взрывалось, да. В центре Москвы произошел пожар, опять, двухэтажная усадьба Лопухиных загорелась. В российском Кемерово сгорел дом престарелых четыре дня назад, с огромными жертвами, жертвами населения. В Мурманске горит база поставок три дня назад, база какая-то снабжения, да, в декабре. Горел у вас этот, господи, скажите, в Иркутской области страшный пожар этих, как этих, нефтегазовых вот этих вот вышек, да, вот этот взрыв там. То есть, ну, башня, оправдалась ли карта башни для России в декабре месяце? Скажите, пожалуйста. Или это у вас так постоянно, для вас это абсолютно нормально? Да-да, это у нас это всегда происходит, и у всех это всегда постоянно. Вот это у вас каждый месяц, понимаете, горит все вокруг, взрывается, горят торговые центры, дома, пенсионеры, этих престарелых, вышки газовые, нефтегазовые месторождения, склады, фабрики, лаборатории всякие. Вот у вас прям это постоянно происходит, да, то есть для вас это вообще, да, ну подумаешь, ничего нового вы мне не сказали, да? Или все-таки карта башни отыгралась? Ну, напишите, напишите. Интересно. Да, вот люди в шоке, говорят, а за что нам это, почему, мы же ни в чем не виноваты, мы хорошие, мы же братья. Но, видите, все-таки ангел. Так, ангелы считают, что мы неправильно. Что это... Так, давайте, следующая карта. И жрица. Ну что, тут уже, знаете, кара небесная не за горами, мои хорошие. Страшный суд и жрица, это дело серьезное. Смотрите, заметьте, опять падает страшный суд. Помните, в первом раскладе тоже был страшный суд, то есть одинаковые даже карты, одинаковые. То же самое, страшный суд для России выпадает в декабре на двух разных раскладах. Что такое страшный суд, мы с вами уже поговорили, да? Это какие-то решения, которые принимались относительно России, как приговоры. Я думаю, этого добра было во в декабре месяце, да? Ну, ну, я не знаю, что тут еще, давайте, какие тут еще были карты. А, луна была, карта луны. Луна вот говорила, давайте поставим, карта луна. Вот, то, что я говорила. Для этой армии, когда, видите, холодно, голодно, темно, полная зима. Полная зима. Карта красивая. Видите, какая замечательная. Карта луны падала. Не, это все неправда, да? Вот смотрите, расклад для армии. Расклад для армии. Расклад для армии. Вы знаете, какая прелесть. Потери, луна, страшный суд, украдено оружие. Вот давайте, расклад для армии. Потери, луна, страшный суд. Скажите, а что, не сбылось? То есть у вас были победы, да, какие-то там, ну, что было? Покажите мне, где эти победуны? Где они? Какая прелесть. Вот что есть, то есть. Поддержка есть или нет? Опять я вру? Ой, я уже даже не знаю, мои хорошие, я уже даже не знаю, вам что не скажи, все не так. Понимаете? Говорю о том, что дети, значит, эти вот, ну, бедные, бедное население, бедные женщины с детьми получают выплаты. Вы говорите, нет, неправда. Я зачитываю приказ, правда. Я говорю о том, что российская армия получает материальную поддержку, но полностью разочарований не имеет никаких побед. Это как бы факты, факты, да. Но вы мне опять говорите, нет, это все неправда. Я говорю о том, что люди замирают в ожидании тяжелого будущего, в страхе, что будет завтра. Вы мне сами подтверждаете, что мы напряженные за январь, да, и при этом говорите, нет, все неправда. Так подождите. Свет. Давайте разберемся, кто из нас говорит неправду. Я? Или, может быть, вы не хотите видеть эту самую правду? Или, может, вам из Москвы хуже видно, чем мне отсюда, из Днепра? Ну, тоже может быть. Бывает. Знаете, бывает, бывает, бывает же близорукость, бывает дальнозоркость. Бывает, люди под собственным носом не видят, а видят только, знаете, там у соседа что делается, а у себя под носом не видно. Так бывает, да, такой, видите ли, недостаток зрения бывает. Так что все может быть, все может быть. Ну, мои хорошие, мне интересно ваше мнение по поводу этих раскладов на декабрь для России. Можно ли считать прогнозы на декабрь для России? Давайте еще раз еще, может, какие-то карты глянем. Что тут у нас падало? Ну, давайте еще посмотрим. Посмотрим. Декабрь. Ага, вот, давайте. Мои хорошие, оцените, оцените мое сбалансированное психологическое состояние. Как я сдержана, да? Вы видите? Вы видите? Как никогда. Итак, вот кремлевскими звездами, что же происходит в кремлевских верхушках? Вот, давайте. Что происходит в кремлевских верхушках? Ой, смотрите, досталось сколько карт. Гляньте, осталось сразу четыре карты. Так, ну что, мои хорошие? Ну, сразу вот вам показываю, видите? Вот сразу я вам все показываю, чтобы не сказали потом. Так, ну что? Возврат в прошлое. Возврат в прошлое. Кремлевские верхушки под кремлем, возврат в прошлое, уходят в 37-й, мои хорошие. Уходят в состоянии репрессий. Давно кто мечтал про сталинские времена, радуйтесь, как бы, они к вам возвращаются. Прокомментируйте, пожалуйста, было ли в декабре вот такое направление на возвращение репрессий. Ну, например, заявление, опять же, вашего поварюшкина Пригожина о том, что у олигархов пора все отнять и раздать бедным. Ну, например, да? Например, да? Вам не кажется, что это какой-то возврат в прошлое, да? Ну, или... Ну, сами, давайте, сами подключайтесь, подключайтесь. Начинается это все там, с Кремля, и потихонечку будет распространяться по всей стране. А вот смотрите, как здорово, да, возврат в прошлое. А ваше вот это вот кольцевание, кольцевание стран-лидеров этого СНГ, это уж совсем далеко в прошлое. Вам не кажется, что это вообще в какое-то средневековье ушли, да? Да, одарил всех перстнями, окольцевал, да? Вот это вообще что-то такое, даже, знаете, не в 37-й, а, наверное, в какой-то там 13-й век, я бы сказала, да? Туда глубоко. Они, ну, оно уже как бы и так распространяется, они потихонечку... Борьба идет в Кремле, борьба. Видите, под этими кремлевскими звездами идет серьезная, кулуарная такая борьба. Нет? Нету? Не, она все врет? Карта иллюзий. Они не понимают, что они делают. Понимаете, действительно, что-то себе там фантазируют. Хотя все, все пропало, все пропало, да? Ну, они там себе что-то еще строят, какие-то планы. Но они находятся в полных иллюзиях. Это что, неправда? Ну, неправда то, что ваше правительство не готово признать поражение. А все еще строят какие-то планы воевать. Вы знаете, я даже видела такие заявления, что да мы там и на Варшаву, мы там и на Берлин, мы там еще везде пойдем и будем бомбить там чего-то, да? Когда сидят в жопе в полной, понимаете, за шаг до разрушения федерации, в принципе, государственности своей, а строят планы кого-то там бомбить и завоевывать. Скажите, разве это не находятся кремлевские элиты в иллюзиях? То есть они не оценивают здраво ситуацию? Ну, или все окей? Полных, мои хорошие. Ну, слушайте, ну, честное слово, ну, как будто бы, знаете, как слепые люди. Слепые, глупые, неадекватные. Ну, в общем, правда. То есть у вас там адекватные. Абсолютно адекватные, да? Все нормально. То есть все нормально. Не, ну, я за вас рада, конечно. Проблемы, проблемы, я хочу сказать, да, под этими самыми звездами в Кремле. Кремль находится в иллюзиях, во внутренней борьбе. Кремль возвращается к сталинским репрессиям и, конечно, находится в таком, видите, прискорбном таком разочаровании. Видите, разбиты все кубки, пятерочка кубков. Это грусть, тоска, разочарование, обида, досада. Что ж такое, как же так Украина не сдалась за три дня, а тут уже девять месяцев и никак. Ну, это не соответствует в реальности. То есть в декабре Кремль получил какие-то такие победы, что они не в разочаровании, а прям полны надежд и отмечают победу. Ну, можно ваши победы перечислить? Какие именно такие победы получил Кремль в декабре месяце? Конкретно только, как вот прям победы. Покажите мне ваших победунов. Как и ничто, да что ж такое, что же происходит, что ж мы за такие слабаки. И кто же, знаете, они все еще в каких-то надеждах. Ну, в надеждах, Кремль. Надеждах на войну, что она... А, в надеждах. Они все еще в надеждах на то, что их война все-таки принесет им какое-то удовлетворение, да? Ну, разве это не факт? Ну, разве это не факт? Ведь Кремль не собирается прекращать войну. Они все еще в надеждах, что могут победить. То есть Кремль. Мы не говорим за людей. Мы говорим под звездами там, под кремлевскими. Они в иллюзиях пребывают, что они все еще могут победить. Да, что они могут какие-то поиметь свои интересы с этого. Ну, по-моему, абсолютно сбылось. Один в один полностью, да? Судя по выступлениям вашего этого пляшивенького, да, абсолютно, абсолютно. Надеждах на то, что война все-таки их как-то может удовлетворить. Ну, а что их еще может удовлетворить? Их уже больше ничего не удовлетворяет, только война, да? Хорошо, хорошо. Ну, что, что тут скажешь? Все тяжелее. Все тяжелее им удовлетворяться даже войной. В общем, все идет... Так башни все идут, были хорошие. Все идет к башне. Ну, судя по тому, что вы написали, Светлана, вы сами, россияне, в ожидании того, что все идет к башне, да? То есть в ожидании того, что все идет к разрушению. Боитесь января месяца, опасаетесь, а что оно будет, да? Ну, теперь я готова выслушать ваше мнение. Что из этого прогноза категорически не соответствует правде? Что именно? Только по-честному. Вот не надо, да, вот это вот мне, вот эти, знаете, лозунгов не нужно. По факту, по факту. Армия в бедственном положении, при том, что она получает в декабре сильную поддержку к зиме, да? Но она не получает побед. Россия по башне получает серьезные в декабре разрушения, пожары, да? Какое-то вот прям, какое-то массовое разрушение в России. Кремль находится в иллюзиях, не отступается от войны, а все еще находится в иллюзиях, что они еще могут чего-то добиться. Абсолютно уверены, да, в этом вот там и продолжают, продолжают войну. Они агрессивные по королю мечевому, продолжают войну, да? Хотя уже могли бы вообще подумать, что происходит. Вот. Экономику стараются поддерживать изо всех сил, хотя она все больше и больше оказывается в заднице. Международная изоляция продолжается. Ну, напишите, что это не так. Напишите мне, попробуйте написать, да? Что еще? Женщины, дети, бедные слои населения получают поддержку, от государства. Ну, тут как бы есть, от 16 декабря что-то там у вас там, я зачитала вам, да? То есть получается вообще четко, четко. Ну, в чем этот расклад не сбылся? Наверное, в общем, в общем настроении, да, вам не очень понравился мой тон, мои эмоции, как это все прозвучало, но привыкайте, привыкайте, привыкайте. Потому что дальше будет только веселее. Так что, знаете, терпеть поражение, это всегда неприятно. А для таких снобов великорусских, как вы, это, знаете, втройне будет болезненно и неприятно. Так что, вам лучше сразу привыкать к этой мысли. Россию ждет полная башня и разочарование. Смутные времена, репрессии будут усиливаться, людям будут закрывать рот, всячески их ограничивать, вы будете терять свои права. И Россия движется к разрушению. Это я вам говорю. Так и будет. Вот так, мои хорошие, вот мы с вами и поговорили. Ну, напишите мне, интересен ли был разбор прогноза на декабрь, или это так, потраченное время вообще. Ну, в любом случае, мы с вами кофе выпили, поговорили. А вообще, мне кажется, интересно. Ну, вот мне интересно, когда мы разбираем что-то, что сбылось, что не сбылось. Мне кажется, это интересно. Но я открыта, как всегда, мои хорошие, открыта для ваших комментариев, наших и ваших вопросов. Даже для Светланы Москвы. Видите, я открыта абсолютно для диалога. Светлана, welcome! Увидимся, мои хорошие. До новых встреч.